я давно ничего не снимал примерно месяца два потому что нечего сейчас середина мая 2019 года и если вы живете не в глухом таежном бункере то вы наверное знаете что в мире сейчас глобальный локдаун и эпидемия паники вокруг нового коронавируса границы закрыты самолеты не летают кафе закрытые отели закрытые все закрыто мир стоит стою то есть сижу то есть даже хожу иногда я в египте мне просрочена виза на полтора месяца потому что закрыт паспортный стол через неделю его обещали открыть когда откроют египет пока неизвестно скажут после работа на то есть через две недели сидим ждем мир на паузе все на паузе я бегаю по 45 градусам портала деплою а вот так друзья мои выглядят большая часть египта у нас сняли ограничения сейчас 20 28 июня с днем конституции украины кстати вчера прилетели первые туристы и сейчас можно мы продлили визу и можно ездить ездить за пределы города и мы приехали в эльгуну тур поселок тут есть кафешки есть зелень правда все закрыто потому что в 8 утра но есть эльгуна это такой закрытый туристический городок он со всех сторон обнесен стеной на въезде стоит пост охраны проверяют документы спрашивают зачем ты вообще тут опрешься особенно если там не живешь и отдельная прелесть эльгуны в том что это курортный городок для самостоятельных туристов то есть туда не привозят пакетные туры и если вы хотите отдохнуть где-нибудь на море где нету соотечественников нету пьяных дискотек белые розы вот это вот все то вам точно понравится эльгуна минус такого городка в нем достаточно высокие цены все-таки ориентированным на европейцев в основном на немцев или французов поэтому по сравнению с шармом или хургадой здесь дороговато зато спокойно чисто и очень красиво после карантин мы теперь выбрались в кафе в настоящий ресторан с рыбной бедой я настолько люблю жрать рыбы что я не могу ничего страшно сказать сейчас но то тебе пахнет очень вкусно я надеюсь на вкус тоже очень хорошо да и все это богатство стоит что-то порядка 10 долларов даже меньше давай есть в августе случилось знаменательное событие отрелась марина это такой закрытый район хургады закрытый туристический да в нем живут только туристы туда тоже пускают только после проверки и он был закрыт полгода в августе наконец-то он открылся это единственный район в хургаде где можно нормально с удовольствием гулять как я уже говорил в прошлом видео в египте если ты не живешь в отеле то нельзя так просто взять и искупаться в море тебе нужно или покупать абонемент на отельный пляж или отправляться на такую экскурсию и плавать в море уже с борта яхты или брать в аренду машину ехать куда-то вдаль через пустыню и искать участок подрежья не застроенные отелями реальный последний вариант я честно говоря не знаю что касается самого плавания с рыбками я был честно говоря разочарован возможно это собрала роль моя насмотренность в тайланде в индонезии во вьетнаме где с подводным миром все было очень 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 хорошо возможно впечатление подпортило еще и плохое старое некачественное снаряжение не знаю в итоге я поплавал понырял покупался ок но вау-эффекта не было это не очень долго болевшая курочка это голубь популярная штука на гифте я еще не знаю какой он на вкус но я знаю что из-за кавида многие сведения испохабились потому что 1 раз на ложечке лилочки 1 раз в этой лилочке пол ложки лиса как-то да надеюсь когда голубь будет вкусно чем мы еще пытались египте кроме как жареными голубями в первую очередь фруктами с фруктами в египте все офигенно их много они сменяются по сезонам три месяца дни следующие месяца другие они очень дешевые правда есть иди нюанс местные любят подгонять к входам в отеле автомобили и торговать с капотом с багажников по завышенным в 3-4-5 раз сцена а это опунция или просто плод карту сам по вкусу штука похожа на полежавшее яблочко очистить его нужно специальных перчатках потому что она все покрыто мелкие мелкими иголочками которые спадут под кожу будет ой как неприятно ну и так как была квартира с кухней мы много готовили дома благо под боком был супермаркет европейской сети карфур с хорошим выбором продуктов а цены в супермаркетах египте примерно такие же как в харькове или в киеве то есть недорого а по европейским меркам вообще копейки на египет нас были большие планы я хотел попасть в луксор суан абу символ видеть все эти храмы долину царей но карантин сделал это все либо невозможным либо малореальным да и сидение 7 месяцев заперти в квартире когда за бортом пустыня и плюс 40 так осточертело что в конце концов мы даже не стали доживать оплаченный срок в хургаде а купили билеты в стамбул и чуть ли не бегом бежали из этой прекрасной страны фараонов куда-то в чуть более гостеприимные места кстати на видео сейчас это не пустыня нет это всего лишь стройплощадка здесь строили дома потом стройка заморозилась и не знаю деньги закончились а ветер намел песок из пустыни вот и получились барханы я сам думал что это такая часть пустыни пока не залез на один из барханов и не обнаружил что это дом на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки дальше будет стамбул и балканы а